Здравствуйте! Сегодня хочу снять для вас обзор модели Lenovo S820 Новая модель получили недавно очень интересный аппарат поставляется вот в такой вот коробке оригинальной опознавательные знаки все основные значит в комплекте у нас особо в принципе ничего такого интересного нету но я покажу во первых здесь стандартная вся документация которая находится в такой вот упаковке все книжечки так в принципе в комплекте есть наушники куча пакетиков всяких разных и вот такая вот зарядка обязательно влаживаем переходник если они у нас на момент продажи есть зарядка вот такая юсб кабель само собой тоже и так перейдем непосредственно к нашему смартфону Lenovo S820 сейчас перед вами модель с красной задней крышкой поставляются такие же модели с белой и скорее всего черной крышкой модель имеет небольшой дисплей 4,7 дюйма модель очень тоненькая в принципе можно сказать что с красной крышкой это такой более женский вариант белый и черный подойдет и мужчинам хотя в принципе и с красной крышкой он очень так молодежно классно смотрится то есть ну мне дизайн модели очень-очень нравится спереди у нас закаленное стекло три сенсорных кнопки меню домой и назад сверху у нас логотип Lenovo динамик датчики освещения датчики приближения датчики движения и фронтальная камера на 2 мегапикселя с этого бока у нас нет ничего сверху у нас стандартный разъем под наушники кнопка включения и выключения с этой стороны у нас качелька громкости которая расположена удобно то есть удобно ее нажимать сзади у нас идет решеточка под динамик снизу кстати идет разъем под зарядку и подключение к компьютеру тут есть также защелочка для открытия задней крышки непосредственно логотип Lenovo сзади 12 мегапиксельная камера вспышка которая отлично кстати светит то есть снимки можно даже делать в полной темноте то есть все видно ну и логотип Lenovo под крышкой данная модель выглядит следующим образом во-первых вот крышка вот такая вот у нас она очень гибкая очень прикольная софт-тач покрытие такой прорезиненный пластик очень интересный отпечатков пальцев вот в принципе если так протирать то оно вообще практически не остается и очень солидно выглядит сама модель значит у нас идет две стандартных сим-карты у нас идет аккумулятор на 2000 мАч разъем под microSD карточку в принципе все стандартно симки большие стандартные то есть microSD ой microSIM-ок тут нет так поговорим непосредственно о нашем смартфоне ну во-первых начнем с характеристик с технических характеристик я всегда именно так начинаю давайте рассмотрим значит модель у меня набирает 13-14 тысяч баллов это стандартный показатель русифицированная прошивка уже стоит у нас значит что интересного разрешение экрана с 1280 на 720 идет процессор MTK6589 нетурбированный графический ускоритель PowerVR SGX544 12 мегапиксельная основная камера оперативная память здесь гиг встроенная 4 стоит у меня карточка памяти на 16 информация о процессоре непосредственно это 4-ядерный MTK6589 и частота каждого ядра по 1,2 гигагерца вот наши камеры 12,6 мегапикселя основная 2 мегапикселя фронтальная 4,2 андроид про датчики расскажу чуть позже давайте посмотрим данную модель через программку Z-Device Test какие датчики есть что интересного значит говорю сразу GPS у нас великолепный отлично распознает спутники само собой Wi-Fi, Bluetooth, акселерометр компаса здесь нет датчик освещенности, датчик приближения гироскопа также нет количество точек касания у нас на экране 5 я тестировал данную модель аккумулятор тестировал всеми различными способами я тестировал его в программе Antutu Tester я тестировал его также в видео, в играх то есть как угодно давайте посмотрим какие же я получил в итоге результаты значит напоминаю, что аккумулятор здесь у нас стоит 2000 мАч и диагональ данной модели 4,7 Antutu Tester показывает 608 баллов это в принципе очень достойный результат в принципе этого будет достаточно для полноценных двух суток пользования смартфона значит я тестировал данную модель прогонял получается, что это у меня за тест это у меня тест игры непосредственно значит прогонял ее следующим образом вот вы видите время 10.37 и процент заряда аккумулятора 99% и так считаем 10.37 11.37 12.37 13.37 и 14.15 это у нас 3,5 часа даже больше эта данная модель продержалась у нас в игре то есть это довольно-таки хороший классный показатель мне это понравилось далее я тестировал данную модель при воспроизведении видео по аналогии 99% 16.36 следим значит 17.36 раз 18.36 2 19.36 20.36 21.36 видим мы, что во время 21.40 у нас показывает 5% то есть прогон видео занял у меня чуть больше 5 часов то есть можно посмотреть два таких больших фильма по 2,5 часа при этом я обращаю ваше внимание что это все тесты были сделаны с максимальной яркостью данного экрана модель у нас это Lenovo это оригинальная Lenovo S820 с очень классной прошивкой прошивка у нас русифицированная с Lenovo форма взята тут полностью все на русском языке у нас вообще без проблем без никаких либо нареканий тут все переведено все понятно все есть кстати яркость у меня стоит на максимуме есть вот все 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 вот эти вот настройки информация о телефоне интересно что для новичков в прошивке есть программа обучающая программа где можно увидеть что значит та или иная функция как пользоваться той или иной функцией то есть ну для людей которые не сталкивались с Android смартфонами это будет интересно далее что мне понравилось в смартфоне скажем так это не бюджетная модель эта модель довольно таки дорогая есть многочисленные датчики движения то есть вот датчики в кармана и вне кармана есть калибровка для взаимодействия с экраном то есть это как касание то есть можно притрагиваться пальцем оно сканирует и потом пальцем вы сможете вызывать вот такую функцию насколько я понял вот эти вот функции это аналог во-первых трех сенсорных кнопок вот назад панель управления это у нас вот эта кнопочка меню на главную это у нас вот это а меню сверху это как будто когда мы вытягиваем экран то есть я сейчас покажу это все смотрите то есть я вызываю это меню не всегда оно получается только что сканировал давайте еще раз посмотрим странно когда я тестировал все вот получилось вот мы можем вверх подать он сделает нам меню вот это вот меню а наоборот вот вниз это у нас будет сейчас выезжать вот это вот менюшка верхняя то есть ну не знаю насколько удобно будет пользоваться как по мне то проще быстрее нажать вот эти три сенсорных кнопки и проще быстрее вытянуть вот эту менюшку верхнюю так идем дальше есть очень классные датчики еще в данной модели во первых вот этот вот датчик это когда к вам идет входящий вызов вы можете поднести телефон к уху и он сразу же без принятия звонка начинает вызов также в данной модели есть индикатор звонков он находится не сверху как обычно он находится вот здесь вот снизу насколько удобно или неудобно смотрите демонстрирую вам вот эту вот индикацию винт дна она очень классно и с боков и под прямыми углами когда темно когда смартфон днем вот вот эту индикацию показывает то практически ее не видно то есть только нужно прямо вот так вот на смартфон смотреть чтобы была видна эта индикация поэтому считаю что немножко неудобно но стильно это смотрится когда вот в темном помещении также есть стандартные все настройки вот от Lenovo то есть по прошивке то есть ну стандартные в принципе прошивки от Lenovo уже те кто видел мои обзоры те кто пользовался Lenovo те кто видел какие прошивки Lenovo в принципе все стандартно есть фирменная фишка по батарее то есть где идут всякие расчеты где можно выставлять оптимальный или не очень оптимальный режим работы или пользовательский то есть все довольно таки удобно. Экран. Экран это достоинство данной модели. Выполнен экран по OGS технологии, то есть это когда верхняя стеклышко, верхний тачскрин является одним целым модулем с дисплеем под этим стеклом, дабы снизить вот эти все воздушные прослойки и чтобы под разными углами у нас экран выдавал великолепную картинку, чтобы цвета у нас не преломлялись, не уходили в негатив. То есть давайте посмотрим несколько картинок, которые я хочу вам показать. Экран очень классный, очень яркий. Действительно я сравнивал даже эту модель с Lenovo P780, но там экран намного хуже, намного проще, углы обзора, то есть вообще великолепный здесь экран, вы это тоже видите, насколько яркий, насколько цвета все сочные и не преломляются. Если говорить о функционале, модель в принципе имеет стандартный функционал, здесь можно смотреть видео с YouTube, можно смотреть обычное видео, допустим какие-то там фильмы, звук у модели довольно-таки громкий. Вот это максимум по железу. Также можно лазить в интернете, можно загружать вот эти все браузеры, я даже показывать не буду, потому что это само собой разумеющееся. Как интересно, как справляется данная модель с современными играми, то есть в данной модели идет обычный процессор, MTK 6589 идет обычный HD-экран, не влепили китайцы здесь сюда Full HD, поэтому это очень интересно. Я установил программку FPS Matter, все очень любят говорить, что вот игры там тупят, маленький FPS, там очень лагает игры. Ну, вот я поставил, чтобы вы могли в этом, скажем так, собственно убедиться и посмотреть этот FPS, он отображается в правом верхнем углу. Первый способ сширяющее альтернатива, он отображается в качестве, что-то отказалось, что-то похищенное червячное время, что-то так-казалось имя. Это американские клетки, Источки отображаются на тех, кто-то ошибся, которые у которых неудачно через эту тупую часть, И это внизу быть надпись мой шутка, и уже справится, как вы проходите, значит, как у тебя убедиться, Это услышки. В целом могу сказать, что смартфон в принципе нормально справляется с играми. Да, иногда подтупливает, иногда подлагивает, но за эти деньги довольно-таки хорошо. По поводу камеры. У нас идет 2-мегапиксельная камера задняя, точнее фронтальная и 12-мегапиксельная камера основная с отличным автофокусом и с отличной вспышкой. Я обязательно выложу фотографии, видео записывается в формате Full HD, то есть могу просто продемонстрировать вот эти вот детали купюры 5-гривневые, то есть что все довольно-таки видно хорошо. Вот еще одна фотография, то есть в принципе, вот фотография, кстати, в полной темноте, вот тоже фотография в полной темноте, нету четкости изображения, то есть детали вот эти все не видны, но тем не менее вспышка довольно-таки хорошего уровня, тоже темнота, то же самое, тоже, 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 тоже. Вот это тоже в полной темноте фотография, то есть насколько в комнате я фотографировал и довольно-таки все видно. Так, GPS. GPS в данной модели очень хорошего уровня, вообще никаких нареканий, я на это не могу сказать. Вот я тестировал его через Navitel, вот буквально 20-10 секунд, и он видит вот эти все спутники вообще без проблем. Поэтому GPS хороший для навигации, модель подойдет отлично. Итак, в целом можно подводить итог. Модель Lenovo S820, очень стильный, довольно-таки уют, маленький смартфон небольшого размера, 4,7 дюймов, это не лопата огромная. То есть в руке он лежит удобно, он тоненький, он очень аккуратный, удобные кнопки, вот эти все громкие, великолепный экран, хорошие камеры, отличный GPS. Хорошая, надежная, стабильная прошивка русскоязычная у него, то есть мне все нравится. В принципе, по софту он не лагает, все загружается максимально быстро. С некоторыми играми справляется отлично, с некоторыми играми немножко подлагивает. Но в целом это брендовая модель, это Lenovo. Есть, на рынке продаются и оригинальные чехлы, и там различные аксессуары к данной модели. А поэтому советую, очень классный корпус, очень классный внешний вид у данной модели. Из минусов могу сказать, вот эта вот LED-подсветка мне не очень понравилась. Лучше бы она была по старинке, вот где-то здесь, и ее было бы видно хорошо. Но, в принципе, когда в темноте, то очень стильно выглядит, что там что-то у него светится. В принципе, все. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, если нравятся мои обзоры, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok